Вторая волна экономического кризиса, которая сейчас накрывает Европу, привела к падению Итальевской биржи на 10%. Только пенсионные фонды Израиля потеряли 17 миллиардов шекелей. Тем не менее, израильская экономика и единственная в стране фондовая биржа по-прежнему одни из самых стабильных в мире. Вот так выглядела Итальевская биржа еще 10 лет тому назад. Шум, крики брокеров, напряжение. Ну а сегодня все компьютеризировано, поэтому здесь обыкновенный конференц-зал. Неискушенного посетителя биржи такая тишина может даже разочаровать. Пульс всей национальной экономики. Объем торгов более чем 500 миллионов долларов в день. И все так неприметно. Но Итальевская биржа на еврите бурса действительно одна из самых современных и относительно молодых. Она открылась лишь в 1953 году, хотя ценными бумагами национальный еврейский банк начал торговать еще и подмандатной Палестине. Для сравнения, биржа Нью-Йорка начала работу в конце 18 века, лондонская – в начале 19 века. Но вместе с экономикой Израиля биржа развивалась стремительно. Мы говорим про биржу, которая полностью автоматизирована. Мы говорим про рынок, в котором обороты очень высокие и в мировых понятиях. Особенно, что связано с опциями, что там мы вообще занимаем шестое место в мире, что это очень высокое место. В акциях и в облигациях мы тоже занимаем одно из передовых мест в мире. В общем, есть нам чем гордиться. Генеральный директор Тель-Авивской фондовой биржи Эстер Ливанон представила весьма внушительные для Израиля показатели. В торгах участвуют акции более 600 компаний. Из них 53 – в Листинге и других мировых бирж – Нью-Йоркская, Лондонская, Шанхая. Основной фондовый индекс биржи – Тель-Авив-25 – отражает стоимость 25 ведущих израильских банковых компаний – Безек, Тадзиран и других. Это барометры успешности израильской экономики. В 2008 году во время кризиса он, как и везде в мире, резко пошел вниз, но необычайно быстро восстановился. Это объясняется действительно очень строгой, правильной кредитной политикой Центрального банка Израиля, который не дал возможность банкам давать суды совершенно без ограничения, который очень сильно ограничил суды на ипотечный рынок. И это как раз именно то, что привело к кризису во всем мире. В общем-то, на сегодняшний день наша биржа стоит приблизительно на том же уровне, в высоком уровне, что был накануне кризиса. Возвращаясь к кризису в Европе, заметим, что торговля с ней составляет 30% от всего израильского экспорта. Но экономика Израиля все же по-прежнему больше ориентирована на американский доллар. И есть надежда, что для США, а значит и для Израиля, девятый вал экономического катаклизма уже позади. Элла Казакова, Гидон Дубинский. Специально для Артен. Тель-Авив. Израиль. Продолжение следует...